В республике продолжают завоз топлива для нужд котельных на севере республики. О ситуации в районах в обзоре нашего корреспондента. Как сообщают дорожники, им сегодня все-таки удалось пробиться до Андрюшкина из Черского, Нижнеколымского улуса. Но сильный ветер снова начинает заметать проделанный путь. В настоящий момент на месте продолжают работать два кировца. Провели пробивку, параллельно будут вести работу по уширению и по накатыванию колеи. Ну, в проезжей части. Тогда пока сейчас одноколея, одностороннее движение. Да, одностороннее движение, но ширина очистки получается от 6 метров. А вот на Средней Колыме дела похуже. В частности, березовский национальный наслед так и остается в изоляции. Из-за сломавшихся тракторов в эти дни работы по пробивке не велись. Таким образом, запасы топлива в отдаленном селе на исходе. Кочегары начали топить уже угольную подушку. Уголя у нас там, с учетом того, что мы берем подушку, и с учетом того, что мы там переходим на экономный режим, мы до 10 марта увеличили запас. До 10 марта увеличили работу котельной. До Березовки осталось еще порядка 150 километров. Из Зырянки к ним на помощь отправился военный путепрокладчик БАТ. Самый сложный участок мы прошли. Получается, первые 30 километров дорога идет через перевал. Остальные участки более-менее легкие, но все равно большое количество осадков, толстый слой снега, непромежные речки. Это все наблюдается. Как заверяют дорожники, за неделю они должны пробиться. А топлива в Березовке с пониженным температурным графиком хватит до конца следующей недели. Виталий Абрамов, Владимир Попов, МВК Саха, Якутск.